Вологда и Северный флот договорились о сотрудничестве в сфере патриотического воспитания молодежи. Это решение было принято на заседании Межрегиональной ассоциации городов России, шефствующих над кораблями Северного флота. Встреча, на которой присутствовал и глава города Евгений Шулепов, состоялась в Совете Федерации. В чем суть договоренностей, расскажет Мария Суворова. Вологда и Северный флот уже давно плывут на одной волне. Все началось в середине 90-х, когда моряки испытывали серьезные трудности и с материальной технической базой, и с ремонтом кораблей, и с денежным довольствием. Тогда областная столица стала одним из первых городов России, который протянул руку помощи Северному флоту. В частности, взял шефство над подводной лодкой Б-402, которая получила название «Вологда». Всего к этому процессу подключилось около 200 городов, объединившихся в ассоциацию. Общими усилиями Северный флот получил в качестве помощи свыше 200 миллионов рублей, около 90 единиц автотехники, 4,5 тонны различных грузов. Теперь, когда ситуация нормализовалась, шефские связи должны развиваться и в обратном направлении. Как раз оказание шефской помощи, обратной шефской помощи со стороны воинских подразделений на территории, вот это чрезвычайно важно сегодня. Уже пора говорить не о том, что города должны помогать флоту, а уже армия должна помогать городам в воспитании нашего подрастающего поколения. Для «Вологда» этот вопрос особенно актуален, ведь патриотическое воспитание является одной из ключевых задач городских властей. При этом на территории города не осталось ни одной воинской части, где ребята могли бы знакомиться с солдатской службой. Потому принято решение, что администрация «Вологда» будет сотрудничать с воинскими частями, входящими в состав Северного флота. Первым шагом станет создание концепции совместной работы и проекта по патриотическому воспитанию.